Нет значения при изучении языка, по крайней мере не те правила, которым учат в школе. Я собираюсь поговорить об этом, потому что только что закончил читать книгу Манфреда Спитцера, о котором я уже упоминал ранее, под названием «Разум в сети», где он рассказывает о том, как мозг учится, вот что происходит, когда мы чему-то учимся. И это в некотором роде очень хорошее продолжение предыдущей книги Манфреда Спитцера, которую я прочитал на немецком языке, под названием «Лиорнен, джихерн фасченун дайшул дэс лэбэнс». Мне нравится Манфред Спитцер. Он очень хорошо объясняет, что происходит в нашем мозгу, когда мы учимся. Но эта последняя книга особенно интересна, потому что большая часть обучения языку основана на правилах преподавания, которые в значительной степени контрпродуктивны. Спитцер начинает свою книгу с примера того, как младенцы или маленькие дети усваивают прошедшее время английских глаголов. Удивительно, но они быстро усваивают некоторые из очень распространенных неправильных глаголов по той простой причине, что эти глаголы очень распространены «пошел», «пришел» и «тэ», «дэ». Таким образом, они изучают эти глаголы, изучая их и слыша другие глаголы, постепенно начинают вырабатывать некоторые правила. Некоторые модели того, как эти глаголы работают в английском языке. И вот, выучив несколько неправильных глаголов, потому что они являются наиболее частыми, они становятся довольно хорошими в изучении такого рода глаголов. Из правильных глаголов именно здесь к глаголу добавляется «эт». Исследования показали, что взрослые учатся точно так же. А затем, по мере того, как у них развивается этот паттерн, они слышат все больше и больше этих глаголов с приставкой «эт». Так что начинают понимать, что прошедшее время образуется путем добавления «эт». А потом они начинают применять прошедшее время «эт» к глаголам, которые не принимают «эт». Другими словами, к другим неправильным глаголам. Так что после того начального периода, когда они изучают очень распространенные неправильные глаголы, они затем проходят через период, когда они очень хорошо справляются с обычными глаголами, которые принимают «эт». Это затем, впоследствии, они изучают не очень частые глаголы, которые не принимают «эт». Вот в чем дело. Такова модель поведения детей и такова же модель поведения взрослых учащихся. О чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что дело не в том, чтобы учить какому-то правилу. Все дело в том, чтобы познакомиться с языком, позволяющим мозгу формировать свои собственные правила. Он еще раз иллюстрирует этот момент. Во-первых, он говорит о том, что отец пытается научить ребенка тому, как именно образуется прошедшее время. В этом нет необходимости. Если отец говорит громким голосом и указывает пальцем на ребенка, то у ребенка сформируется только следующая модель поведения. Вот именно поэтому мой отец всегда говорит громким голосом и показывает на меня пальцем. Или же он может вывести еще одну закономерность. Все отцы говорят громким голосом и показывают на меня пальцем. Главное правило заключается в том, как используется язык, и что приобретается в результате взаимодействия с другими людьми. На самом деле, одной из важных вещей в детстве является умение играть, потому что игра для ребенка это возможность, и это очень важно с точки зрения эволюции. Когда ребенок может совершать ошибки, взаимодействуйте, экспериментируйте с различными вещами и начинайте формировать модели того, как устроена жизнь. Учитесь предвидеть, что произойдет в его или ее жизни, и это делается в относительно безопасных условиях. Это совсем не похоже на то, что ты берешь ребенка с собой на охоту за пещерными людьми, где ошибка может привести к катастрофическим последствиям. В игре это по сути бесплатная возможность поэкспериментировать. Кстати говоря об экспериментах, просто для того, чтобы как-то противопоставить создание языка, основанного на правилах, естественному процессу правильного создания языка. Спитцер приводит пример преобразования текста в речь. Так вот существовала система преобразования текста в речь. Оригинальное преобразование текста в речь называлось что-то вроде дэкток, дэкток, где это слово использовалось в английском языке, но возникла проблема. Потому что в испанском языке орфография очень последовательна. Например, в испанском и других языках орфография очень последовательна. В английском языке, конечно же, орфография, как известно, не всегда последовательна. Таким образом, решение состояло в том, чтобы разработать формулу или алгоритм, который рассматривал бы три буквы по обе стороны от буквы, для которой они пытались создать звук, чтобы создать правильное звучание для этого слова. Но даже при соблюдении этого правила процесс шел очень медленно. Но по мере того, как технологии совершенствовались и люди, разрабатывающие преобразование текста в речь, получали доступ к огромному количеству корпоративного, огромного количества языкового контента, аудиотекста, аудиотекста. Они обнаружили, что гораздо быстрее и точнее, позвольте компьютеру без каких-либо правил, без каких-либо инструкций разрабатывать свои собственные шаблоны. Свои собственные правила для того, чтобы точно преобразовывать текст в речь, речь из письменного английского языка. И это немного похоже на то, что происходит в нашем мозгу. Нам не нужны специальные инструкции. Нам просто нужно дать мозгу достаточной информации, чтобы он смог выработать необходимые паттерны. И моделирование нейронных сетей позволило ученым доказать это, в отличие от того, что сказал Холмский, когда он, казалось, предположил, что мозгу недостаточной информации, чтобы выработать все необходимые правила для решения проблем с помощью языка. На самом деле этого вполне достаточно, и они показывают, как это происходит на самом деле. Оставим в стороне тот факт, что не во всех языках прошедшее время употребляется одинаково. В китайском языке глагол на самом деле даже не меняет своей формы. И когда ребенок рождается, он, конечно же, может адаптироваться к образцам любого языка, будь то звук или текст, структура или то, как слова функционируют в предложении. Спитцер говорит, что изначально потенциал безграничен. Возможности ребенка очень ограничены. По мере того, как ребенок совершенствуется в произнесении речи, его способности улучшаются, а потенциал, диапазон звуков и структур, с которыми он может иметь дело, становится все более ограниченным. И по мере того, как мы становимся старше, мы становимся все менее способными изучать новые языки до уровня, по сути, родного языка. Но принцип заключается в том, что не правила определяют, как мы говорим. Так что изучение правил и ознакомление с ними не поможет нам говорить. Все, что нам нужно сделать, это дать нашему мозгу достаточно информации, достаточно информации, достаточно опыта, достаточно событий, чтобы мозг мог постепенно выработать свои собственные правила. И эти правила более эффективны, чем любые правила, которым мы пытаемся научить. Спитцер подробно рассказывает о гиппокампе и коре головного мозга, что выходит за рамки моей базы знаний и моего уровня оплаты труда. Но суть всего этого в том, что, как я понимаю, а некоторые из вас, возможно, более осведомлены, кратковременная память и даже события среднесрочной памяти хранятся в гиппокампе. В то время, как в коре головного мозга, которая окружает мозг, происходит очень медленный процесс постепенного приобретения навыков, долгосрочных знаний, навыков языка, и так далее, и тому подобное. И что гиппокамп является своего рода инструктором коры головного мозга, постоянно сообщая о событиях, новом слове, новое предложение, новое звучание. Таким образом, эти вещи постоянно и повторяющимся образом подталкиваются к коре головного мозга. И кора головного мозга постепенно преобразует это в своего рода явное знание, способность что-то делать, в отличие от нашей способности запоминать конкретные события. На самом деле, мы не так уж долго сохраняем их в нашем гиппокампе. Гиппокамп должен передавать их в кору головного мозга. И поэтому, очень важно продолжать бомбардировать гиппокамп достаточным количеством событий, чтобы он продолжал подталкивать их к коре головного мозга. Я не хочу вдаваться в слишком подробные подробности о том, как работают синапсы, потому что я не до конца понимаю это. Но я думаю, что из этого можно сделать вывод, что наши усилия в изучении языка не должны быть сосредоточены на изучении правил. Изучение правил, как это делает традиционное обучение языку. Вместо этого мы должны позволять словам появляться, звукам, они формируют связи со значением, связанное значение. Синонимы, антонимы, различные контексты, в которых мы их видели. И со временем все эти вещи, по-видимому, развиваются в нашей коре головного мозга, и у нас появляются все лучшие и лучшие способности, я использую этот язык. Но он не основан на правилах. Так что все то время, которое мы проводим за изучением правил, может оказаться интересным. Например, если мы уже достаточно изучили язык, и я уже говорил об этом раньше, если у нас достаточно опыта в изучении языка. А затем приходит объяснение грамматики, чтобы обобщить то, с чем мы уже знакомы, это может быть удовлетворительным. Я не уверен, что это сильно продвинет нас вперед, но возможно так оно и есть. Но с другой стороны, если у тебя недостаточно опыта и знаний, то попытка сделать обобщение на основе какого-то правила не принесет большого успеха. Именно так мы и разработали Линк. А затем в другом видео я расскажу о том, как Линк был разработан для решения этой проблемы обучения. Не то, чтобы я читал книгу Манфреда Спитцера в то время, но я просто наблюдал в процессе изучения своего собственного языка, в какой степени наш мозг может воспринимать информацию узора. Примеры, да, грамматические правила, нет. И это всегда было моим опытом в изучении языков. Учитывая достаточное количество шаблонов и примеров, постепенно мой мозг привык к этому языку. Оказывается, что это действительно так.